Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но если ты хочешь, чтобы папа Чиз попал в тренды, поставь лайк и напиши комментик А в видике спрятана секретная фраза, кто первый ее найдет, получит секретный приз И иногда, мне кажется, что в Расте чего-то не хватает А именно, военной техники А вот в War Thunder ее полным-полно Легендарный А-10 А-бородавочник врывается в онлайн-экшен War Thunder Тот самый звук семиствольной пушки, а также целая ветка израильской наземной бронетехники В свежем обновлении Ветер перемен А если ты захочешь чего-то уникального, помимо масштабных соревнований с другими игроками Прими участие в регулярных событиях War Thunder Крути виражи на мультяшных самолетах Играй в танковый футбол Участвуй в гонках Или опробуй футуристическую технику против пустынного червя С последним обновлением все текстуры в игре были переработаны А визуальные эффекты улучшены Теперь ты сможешь разглядеть на технике даже мельчайшие детали Пройди путь развития техники от начала до конца прошлого века Тебе доступны как известные машины, так и редкие прототипы Ну и если ты действительно хочешь меня поддержать Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании И получай уникальные бонусы Премиальную технику второй мировой И ресурсы для быстрой прокачки в начале игры И тебе нужно поспешить Ведь скоро подарки закончатся Я зашел на американский официальный сервер Я не знал, что приготовил для меня этот вайб Но уже в этот момент в моей голове был план Очень коварный план Но для этого мне нужно было как минимум найти железную дорогу И место, где бы я мог нафармить огромное количество скрапа Но добежать туда было не так просто Ведь каждая бомжара пыталась меня убить И у некоторых это даже получалось Карта была огромная И для себя я приметил вот такое шикарное место Там был перекресток и очень много РТшек И путь у меня был очень долгий Но и добежав почти до пункта назначения Я решил заглянуть в супермаркет Офигеть, а как жить возле супермаркета Если здесь везде турели стоят Это был хороший вопрос Ведь тут по всей видимости В скором времени собираются застраивать все заборами И это означало, что здесь живет какой-то опасный клэн Конечно же не заглянуть в этот супермаркет я не мог В котором я нашел подарок судьбы Нет, нет Такого не может быть Терять такой подарок мне точно было нельзя Поэтому я спрятал ее в смолстэшек И побежал искать место для строительства Моего первого домика Блин, это топовое место Даже при том, что тут еще стоит клан А тут можно будет вообще рядом вот здесь Вот мимо этих построить Тут можно построить Ха-ха Тут можно строить Хоть я и мог там построиться И место там было действительно шикарное Чтобы ловить поезда Но делать этого я не стал Так как эта кланина Меня бы точно вынесла в первые часы Так, свинья Свинина Давай договоримся У меня был тесак А это означало, что я могу нафармить бочки Переработать компоненты И нафармить много дерева Чтобы отстроить свою первую кибитку Ну и конечно ресурсов, которые я нафармил Мне хватило на самый антирейдовый дом Который точно бы никто никогда не зарейдил И не успел я отстроиться Как на меня напали какие-то клановые игроки А потом я и вовсе побежал обворовывать их в супермаркет Походу ночью тут по-тихому побегать не получится, да? У них абсолютно все стоят прожекторы на этот магазин Еще одна солнечная панель Дереганные ворота, неплохо После я захотел познакомиться поближе с моими соседями Скрафтил себе чирки И побежал в сторону их базы, где плавились печки И на меня выбежал какой-то челик с Томиком Отпускать меня он явно не хотел Потому что он бежал прям за мной И тогда я сел в куст и начал ждать подходящий момент Найс, вот это я понимаю Он пытался меня перехватить Но опять же, у него это не получилось сделать Клаус, ну ты реально Клаус Таким образом, у меня появилось первое хорошее оружие А еще в этот же момент я убедился То, что это место было шикарное Тут проезжало огромное количество поездов Тут все-таки ездят типы Это очень радует А в моем лесу постоянно проходили какие-то замесы В котором я мог юнькнуть оружие Неплохо То, что у меня теперь есть бушка и ревик Это очень даже неплохо И вот вы слышите эти прекрасные звуки калаша Это мои соседи И пока они всех косили в моем лесу Я бегал и искал фармеров Ну а по пути домой Я отформил еще самую малость камушка Ведь мне нужно было строить новый домик Ресурсы в шкафу у меня прибавлялись А это означало, что мне нужно как минимум Добавить еще одну дверь Чтобы меня никто не дипнул И вы просто посмотрите Как выглядит коварный боб Боб, который знает, что его ждет впереди А впереди его ждали Поиски фармил Уф То, что надо Браток, то, что надо Спасибо Отформив немного дерева Я сразу решил это место забрать Ведь оно было просто шикарное Но на меня напал какой-то бомж с киркой И наконец позже Как только все подутихло Я начал отстраивать свой новенький домик После того, как я отстроил домик Я побежал сражаться с клановыми игроками Которые захватили в Water Plant И как бы у меня не получалось их убивать Меня убивала какая-то последняя бомжа Раздвушкой И тогда я побежал доставать моих соседей Которые фармили дерево Ведь дерево мне тоже было нужно Но спустя где-то 10 минут Они и вовсе начали кого-то рейдить И я подумал, что на этом рейде Я смогу что-нибудь йоникнуть И не прогадал? Уф Уф А ты кто такой? Я пошел О, они глушитель мне принесли Топчики И такими небольшими шагами Я приближался все ближе и ближе К своей цели Построить ловушку Бегая по карте Добывая различные ресурсы Я услышал, что совсем недалеко от меня Кто-то заплевывает ракетами И мне было интересно, что там происходит И я побежал туда Ух ты, а я по-моему нашел, что рейдят Они бегут на поезд садиться? Да Они идут на поезд садиться Это что означает, что по-любому Возле меня все-таки кто-то катается? Офигеть, тут сцепка огромная Тут началась какая-то лютейшая заруба Один клан начал боевать с другим А я просто сидел и ждал, когда можно будет что-нибудь йоникнуть Ребят, меня здесь нет Я просто куст Я просто кустик Маленький кустик И не более Ха-ха-ха Тут 8 человек пришло вместить Каких-то трех бомжей Лутаются неплохо В итоге я дождался, когда все разлутают И прибежал до лутовать остатки И тут было очень много всего мне нужного Например, гаражки А тут нормально лута А домой я отправился на поезде Который стоял неподалеку от меня Ведь бежать мне было довольно далеко Я погнал Домой Так Куда мне все это теперь скидывать? В первом домике у меня уже накопилось достаточное количество ресурсов Поэтому я перенес все во второй Ведь там я собирался отстраивать свою ловушку И возле меня практически постоянно проезжали какие-то поезда Ох, нифига себе Ох, нифига себе Это что за поезд проехал? А когда наступала ночь Я отправлялся на ватерплент Ведь там можно было пролутать каких-то челиков Которые бегали без фонарика Оп Возле моего нового домика Постоянно кто-то бегал и стрелял с мпшки А мне эта мпшка очень даже была нужна Поэтому я решил за ним проследить Мне б твои патроны, дружок, пирожок не помешали, конечно Походу я ему сейчас свои отдам Бежать нафиг Чай топовый Так, ну теперь я точно могу здесь турели поставить Топ А позже какой-то бомж частенько ко мне прибегал И смотрел на мой домик, что меня очень смущало Интересно, он долго сможет ползать Дог, 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 дог Дай мне кис, бро Вуф, вуф, мотерфакер Почему ты так много времени Олив, бро Что? Что ты делаешь? Я никогда не умею, бро Вуф, вуф Следуй мне, Спайки Ты мой дог Вуф, вуф Вуф, вуф Это твоя бейс Вуф, вуф И мой новый домашний питомец по кличке Каспер Отвел меня даже к своему домику А еще он был очень веселый и умел читать рэп Каспер Каспер Хочет типов ох нифига 7 ничего выдал берета кстати очень даже неплохо подойдет для турели понимая что меня вот-вот могут зарядить я обустроил свой домик и добавил немного буфер после мне пришлось отформить еще немного камня чтобы отстроить мою ловушку которая находилась прямо возле жид и кусты там были очень даже неплохие чтобы поставить туда турельку здесь будет мой дом вот такое мне нравится если турель сюда поставлю тут такие кайфу ли вообще будут ешь никто не увидит да это топ это место толп и тут как раз все проезжают и будут по морде получать и в этот момент я уже был в предвкушении контента мне оставалось всего лишь провести электричество и поставить турельки наверное глушите вы тоже не помешал ну а после весь скраб который у меня был я потратил на изучение электричества ну а на утро началось самое веселое ко мне начали приходить первые гости подкрадывается вижу-вижу-вижу надо его убивать чтобы он не знал что-то турель чтобы он еще раз сюда пришел ооо очки ночного видения ха 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 хорош вот это мне нравится красавчик ну и куда ты побежал клановые игроки не знали то что я поставил турельки и постоянно приходили ко мне под дом я походу умер я походу умер я походу умер shut the fuck up you bitch you fucking idiot please don't kill me don't kill me shut the fuck up bitch is in loot you bitch dumb ну они теперь знают про тот дом и что там есть турель мне нужны камеры блин а мне нужен второй верстак еще мне нужно было очень много скраба поэтому я отправился на треймярд который пролутывался постоянно какими-то челиками это он был или нет ох ты ё-моё 200 скраба две камеры сюда 50 млака еще принесли красавчики ресурсов кстати говоря в моей ловушке уже было очень много ну а тем временем клановые игроки продолжали бегать возле моего дома и фармить камушки а мне приходилось их стабильно ловить сейчас будет замес сейчас будет мясо ого и знаете я был действительно в шоке от того какие эти типы фармилы и это было мое первое знакомство с кланом который жил неподалеку от меня стой 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 мэй фрэнтис мэй фэнтин донкин а делом ул утру клубы с вадилу безбади луты с бадилу безбади бро вот без вадилу безбади райнау сгай комин за слути угловой я думаю они точно меня после такого не любят у меня две строки серы нафиг выгода я сходил по форме я думаю мне больше не нужна серого ты игре ты второй верстак просто тупо халявы я думаю мне надо расширять мой дом было очевидно что такое клановым игрокам не понравится поэтому я полностью заапгрейдил свою ловушку офигеть я думаю типы такую тильтяру словили и мне даже пришлось добавлять буферку скраб дарить я им не собирался тем более второй верстак у меня появился на халяву поэтому я потратил его с пользой на изучение и изучил все что мне только было нужно скоростную ракету турельку и шприцы а под домом у меня продолжали откисать какие-то бомжи от турели которые приносили мне ресурсы неужели я добежал до переработчика впервые жесть компонентов у меня хоть и было не так много но ресурсов на них закупить я смог достаточно ну и наконец в доме я провел еще парочку турелей чтобы они защищали меня со всех сторон и с этого момента я мог спокойненько фармить возле меня лес и меня бы уже никто не убил с двушки а потом я решил реализовать мою ловушку и пригнал прям под турельки паровозик чтобы его кто-то попытался ёнкнуть неподалеку от моего домика начался какой-то замес и я решил туда сходить так как там упал коптер и по-любому там были залутанные челики ухты минус коптер на и это был все тот же стинки монки который нафармил до этого мне три ящика ресурсов я пошел после такого замеса я еще немного укрепил защиту моего домика раскидал лут в три мои базы и отправился отдыхать зайдя на следующий день я увидел вот такую картину меня зарейдил стинки монки но я спал в своем старом домике стинки монки меня ракета и взорвал у меня была надежда что мой домик с турелькой никто не бахнул но когда я проснулся я увидел это и это дом взорвали офигенно а тут дома не под ноль снесли что ли они реально тут дом под ноль просто вынесли и жили эти ребята вот в этой малюсенькой базе моей голове появился шикарный плен пресса не так легко байтится на то чтобы зарядить домик то у меня появилась идея провернуть интересную авантюру но на ее подготовку нужно было потратить очень много времени возвращаемся к истокам так сказать о мне ски рачка ничего сейчас я тут отбабахаю сейчас очирку себе только скрафчу на этот раз я умею турели крафтить я умею все крафтить кроме оружия оружие я не изучал у клановых игроков которые жили возле супермаркета стояло очень много турелей которые можно было продолбить имея всего лишь копье этим я и начал заниматься так как оружие мне было очень даже кстати вот ну ладно 19 патронов это пойдет достойно это еще есть турели которые я могу разбить увы все остальные турели были закрыты по приходу домой я увидел как какой-то челик пробегал в моем лесу и я решил за ним проследить и оказалось что их двое и они нашли какой-то сгнивший домик он умер от гантрапа я был действительно в шоке ведь один из них просто умер от гантрапа в сгнившем доме и это был довольно неплохой буст для меня вот и второй верстак оказалось что эти два киллера живут прям неподалеку буквально в десяти шагах от моего домика опача куда они идут они шкаф идут разбивать в том сгнившем доме стоял второй верстак который мне очень был нужен поэтому я обязан был защищать мою добычу они походу шли шкаф разбивать вообще мне нужно дверь тут поставить потому что они меня пройдетать могут вообще на изи и после того как я их убил несколько раз они начали бегать и искать мой домик и так как я знал где они живут выбить их thompson было проще простого мне нужно было всего лишь их самую малость подбайки я сидел и ждал когда же они выйдут из дома и услышал как неподалеку от меня взорвался коптер конечно же я первым делом побежал туда ох ты ё-моё и в этот момент я был действительно в шоке лут на меня падал прямо с небес я пошел что я только что залутал 300 мбк у меня было уже настолько много лута что стало за него страшно поэтому пришлось добавить еще одну дверь а мои соседи явно были не рады то что я поселился возле них ты моя риги аточу был без тебя тут как я был мне кажется мои соседи меня не особо любят патронов на двушку у меня не было поэтому пришлось разбивать шкаф томпсоном оооо йоньк уходим вот это я понимаю вот это я йонькну уресов бам для реализации моего плена мне не хватало самую малость изучений а конкретно умного переключателя ну а для начала чтобы не строить новый домик я решил восстановить свой старый который был заряжен чтобы у меня было время еще подфармить немного ресурсиков это случайно не тот тип с кем я вчера дружил дружил да я извиняюсь что я убил тебя я не убил тебя я не убил тебя это в порядке моя база будет разрушена сегодня ты знаешь два база да я видел это я пытался остановить это но да я могу сделать группу я просто присоединился другой группы ооо это хорошо дверь не моя но по моему с этой стороны никаких дырок нет чтобы отстроить мою новую ловушку мне нужно было знатно так подфармить ресурсов ведь строить там нужно было очень много ох нифига себе это они это они бобегнули со скоростной ракеты я понял ну я думаю я немного нагло построюсь ну и думаю это им очень понравится свой бункер я полностью застроил в мвк и чтобы его зарейдить теперь им понадобилось бы 16 ракет и мне оставалось всего лишь самое простое добавить немного буферок ну а чтобы скрафтить турельки мне нужны были камеры и ноутбуки которые я мог налутать в метро но там меня ждал сюрприз поприятнее камеру пожалуйста базука ха 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 понял но в этом же метро я попал в засаду и меня чуть не убили челики с томиками убегать уже было поздно и мне нужно было их принимать у меня появилось довольно много компонентов которые я сразу переработал ведь мне нужно было изучить базу сюда к папочке свой бункер я решил немного улучшить чтобы если меня пришли рейдить в онлайне я мог дефаться и выходить с разных сторон поэтому сделал два выхода бахать они будут с этой стороны по-любому а после я услышал взрывы сачелек и побежал на этот замес ведь было очевидно что рейдит с тинки монки вижу еще один бежит это те кто меня зарейдили такой кайф их убивать ха 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 просто кайфы стоял я значит улучшал свой домик никого не трогал и на меня напали какие-то китайские самураи а у меня стояли гантрапы на которые я их мог забайтить и и и вот сейчас я вам покажу для чего мне нужен был второй выход привет хру хру изи кто разрешал бегать под моим домом ха 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 а блин ну два выхода из дома это топ мне нравится хм хм ха 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 хм 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 на что же это похоже мой дом строил элон маск а как думаешь ты на что похож этот домик напиши об этом в комментах Неподалеку от меня начали рейдить, и я побежал на этот замес. Опа. Сколько их тут рейдят? Ха! Понял. Свою ошибку был неправ. И знаете, что было самое веселое в этом вайпе? Это были поиски камер. I'm my baby, yo? Углепластик. Is fantastic. И лутаясь в метро, я так и не заметил, что кто-то, оказывается, здесь ползал. Потом я настолько сильно отчаялся, что решил купить камеру у моего соседа. А еще я поведал ему историю, какой клан зарейдил мой домик целых два раза. Позже он отвел меня на свою территорию, где мы с ним обмазались маслом и начали выяснять, кто из нас данж... А продолжение вы можете увидеть в Телеграме. Ну а еще на случай, если меня кто-то зарейдит, мне нужно было отвезти фундаменты и поставить туда мультишкафы. Ну и в эти же шкафы я планировал поставить потом турельки. И так я проделал с нескольких сторон, чтобы если зарейдили один шкаф, бил другой. А также на развилке железной дороги я поставил камеру видеонаблюдения, чтобы я мог заранее выбегать с базукой и взрывать тех, кто будет на ней ехать. И ровно то же самое я проделал с другой стороны развилки. И поставил там точно такую же камеру, где видно было дом клановых игроков. Топ. Просто топ. Я, во-первых, вижу клановых игроков, а во-вторых, вижу полностью... ЖД. Ха-ха. Все, осталось только турельку сейчас провести. Красивенько. А у меня, по-моему, камеры нет. Камеры мне по-прежнему не хватало, и поэтому я отправился лутать в подводную лабораторию. Вау, я нашел мину. Убив там пару-тройку ботов, я налутал там три камеры и три ноута, что в самый раз мне было для того, чтобы отстроить мою начальную лобушку. Ах ты бот, напугал меня, блин. Камера и ноут с одного ящика. Все, я свободен. После того, как я отнес лут домой, я побежал доставать клановых игроков, которые жили недалеко от меня. К папочке. Оп. Ух ты, я чуть не умер. Они сейчас пойдут за мной? Пойдут. Я йонькнул все, что мне было нужно. Я пошел отсюда, ребят. А по приходу домой, я наконец-то поставил на крафт всю электронику, которая мне была нужна. Ага, так мне еще дурконтроллер нужен. После чего я еще немножечко поднял скрапа на аутпосту. Сюда, две тысячи скрапа. И купил, наконец-то, третий верстак. И по приходу домой, я наконец-то изучил болтовку, которая мне нужна была для турелей. Ха! Я тупо все изучил, весь скрап. Просто тютелька в тютельку весь ушел. Вот это да. Дома, наконец-то, я поставил турельку, которую я смотрела прямиком на ЖД. И начал выжидать первых путешественников. Ой, чувак! Ха-ха-ха! Как же ты зря сюда прыгнул! У тебя тоже фулк? Уф! Три ноутбука, мужик! Что ты со мной делаешь просто? И турельки, которые я очень долго крафтил, окупились уже в первые две минуты. И для меня осталось самое сложное задание. Провести электричество и запитать все турельки и гаражки, чтобы работали они дистанционно. Как это было тяжело, если честно. Но я справился с этой задачей. Так, это мы идем опять сюда. На следующее. Это мы идем куда? Сюда. Все. И наконец, как только я накрафтил себе скоростных ракет, я стал выжидать подходящую жертву, которая будет ехать на паровозике. О! О! Вагонеточка! Я должен ее ловить! Готов! Меня убили. Меня убили. Меня убили. Меня убили. Я жив. Я жив. Эй, я соло геймер. Что ты делаешь? Офигеть, их много здесь. Там, походу, кого-то убили. Ха-ха-ха! Клановые игроки пришли. А что так рано на эфир? Еще пришли? Их тут много? Я не буду трейли открывать, потому что если я открою, это все, это габела. Ну а тем временем мои клановые соседи выселяли всех на своем пути. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их сейчас шесть в онлайне. Семь. Семь человек. Если вы меня не зарейдите сегодня. О! Ой, блин, жалко ребят, которые сейчас погибнут. Я, конечно, пытался спасать их дом, но у меня не получилось, так как у них стояли еще и турели, которые защищали вход. I kill him, I kill him. It's your base. Я понимал, что, скорее всего, в ближайшее время меня придут рейдить такой же толпой, и поэтому отстроил себе небольшую отстрелочную. Так, меня не зарейдили. Это очень хороший знак, потому что сегодня у меня огромные планы. А в планах у меня прессовать этот клан и заставить его зарейдить мне. Мне вот еще интересно, у них там много турелей на территории? Осмотрев их территорию, я понял, что мне нужны лестницы, чтобы залезть к ним на эту вышку. Ведь оттуда можно было полностью увидеть их базу. У них, по идее, выключена турель. У них на крыше открыты гаражки. Надо идти сюда с луком и разбивать у них турели. И разбивать я их буду очень долго. Идея была хорошая, но я понял, что разбивать турели я буду несколько часов, так как их было там очень много. Поэтому я сбегал домой, скрафтил разрывные и побежал рейдить у них вышку. А, нифига. Понял. Дверь можно было просто забрать. Уф, 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 понеслось. Офигеть, один сет только у них тут был. На гаражку, наверное, много надо. Хоть я там ничего особо и не нашел, зато я обрубил у них полностью электричество и разбил турельки. И вы просто посмотрите, какой же шикарный вид открывался отсюда. Раз турель. Два турели. Наверное, под крышами еще турели у них стоят. Так, тебя мы, пожалуй, разобьем. На гаражку надо, блин, много разрывных. Ловить на этой территории мне больше было нечего. Поэтому я принял решение отсюда свалить. Уф, там челики идут, блин. Петляем. Я увидел двоих челиков, которые бегали недалеко от меня. А у меня были скоростные ракеты, которыми я мог их подбайтить на свою ловушку. Придут они или не придут, вот в чем вопрос. О, уже тут. Подкрадывается, мужик. Подкрадывается. О, их двое. Их двое. Пусть подкрадываются ближе. Да, их убили мои турельки, а мне оставалось их просто полутать. О, бур приехал, спасибо. Как раз его покупать хотел. Блин, эту мину очень сильно видно. А ее подбирать нельзя, да? Тильт. Кто-то где-то точно подорвется. И этот тот самый кто-то был я. Я подорвался на свои мини. Такое бывает. Найс. Димасик хорош. Я знал, что у тебя получится с первого раза наступить на свою же мину. После я огородил полностью свою территорию и начал ждать клановых игроков, которые должны были прийти меня рейдить. И стоило мне только расставить мины, на них начали подрываться. Ха-ха-ха! Пойду гляну. О! Фуфунер. С Томиком. Ха-ха! На отдых. Ну а клановым игрокам я стабильно отправлял напоминалку в виде скоростной ракеты. Не-е-е-е. И садился на камеры ждать, когда же они прийдут, ведь они сто процентов должны были меня прийти рейдить. Ну тип же не зря тут бегает возле моего дома. Ну, побегай, посмотри дом, чувак. Ну и наконец-то мою хату пришли чекать. Где-то часа в три ночи. Он не просто сюда залез, он сидит под деревом. А что он делает? Ха-ха! Что он делает? Он ворует мой металл. То есть он только что забрал мой металл. Йоньк нового. Он чекает мой дом. Он знает, он понимает, куда рейдить. Он понимает, что тут находится... Ага, бункер. Хорошо. Так, надо 20 ракет. А через несколько минут пришли еще его пару друзей, которые тоже бегали и осматривали территорию. Возможно, они готовились к рейду. О! И тут понеслась. На третьем этаже я оставил специально деревянные двери, ведь знал, что скорее всего придут их рейдить, которые не вели в принципе никуда. Поэтому я просто расслабился и ждал, когда же они их прорейдят. Было бы еще что-то видно, почему именно ночью они это делают? Что ты делаешь в моей базе? Да ёлки палки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть, у них такой огромный дом, и они приходят с двушками почекать дом. Офигеть, у меня других слов нет, просто жесть. После этого я прождал на камерах где-то 3 часа, и они приходить рейдить меня не собирались. Тогда я понял, что нужно сделать. Я скрафтил скоростные ракеты и побежал залазить к ним на вышку. Я уверен, что шансов оттуда у меня свалить нет, но мне этого и не надо. На! На! Минус второй коптер! Им явно не понравилось то, что я стреляю с их вышки, поэтому они пытались меня запушить со всех сторон. Хеликоптер! Хеликоптер! Сук мой пинес! Ха-ха-ха! О-о-о! Божечки вы мои! Он меня закрыл, я дебил. Я особо не выберусь, а. Добавляю. Надо было с базуки туда стрелять. Честно говоря, убегать оттуда я и не собирался. Мне нужно было просто максимально их забайтить, чтобы они пришли меня рейдить. И чтобы у них сгорело еще больше, я начал стрелять по ним с крыши моего домика. А? Нравится? А сейчас? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Все! Откис! А еще не хочешь? А я говорил вам, не надо меня в оффлайне рейдить. Сейчас я им тут устрою подарки. Так, тут мяско нужно им вот так сделать. Вот это вот так им, потом вот так. Пусть порадуются, когда мне зарейдят. Ха-ха-ха! Ай, блин. И так как они дважды меня зарейдили в оффлайне, я решил оставить им небольшой подарок в виде пустых ящиков. Ха-ха! Блин, я думаю, они оценят. Ну а позже я даже купил коптер, чтобы они точно захотели меня зарейдить. Мда. Я не спал уже где-то примерно сутки. Время было 5 утра, и я ждал, когда же меня придут рейдить. И вот, появились они. Ко мне кто-нибудь придет сегодня ночью или нет? Или я иду спать? О, ко мне кто-то лезет. Один с базукой. Ха-ха-ха! Второй тоже. Понеслась! Меня рейдит! Ха-ха-ха-ха! Минус один. Заходи в кусты, браток. Алло! Я сейчас дождусь, когда еще один запрыгнет и открою турели. Ну все, братки, вы готовы? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Минус один! Ха-ха! Минус два! О, это Стинки Монки. Спасибо за ракеты. Ха-ха! Топ-сет! О, еще ракеты. Спасибо. Фух, ну я знал, ребят. Я знал, что я вас дождусь. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну давайте, чуваки, ну заходите меня лутать. Давайте. О! Один зашел. Второй заходит. На! Надо вырубать турели. Ну все, чувак, ты в ловушке. Ха-ха-ха! И в этот момент началась поистине лютейшая заруба. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Понимая, что эти типы, скорее всего, придут меня еще раз рейдить, я схватил все ракеты, которые они мне принесли, и отнес в свой второй домик. Блин, я надеюсь, меня сейчас никто не убьет, пока я буду переносить веслу. О, боже, ты... Чувак, ты че, дурак, что ли, меня так пугать? Ну а также у меня был коптер, который я мог разбить об их ПВО. Пока я сладко спал, эти клановые игроки фармили на меня ракеты, и они снова пришли меня рейдить. И то, как пала моя крепость записывал второй компьютер, который писал онли-камерой. Продолжение следует... и сказать честно когда я это увидел во время монтажа я плакал мне было больно смотреть как рейдят моего мистера боба в котором абсолютно ничего не было и в этот момент когда я заходил на сервер я даже не знал то что меня зарейдили и для меня это был действительно сюрприз мой домик вроде бы цел вот у меня здесь есть все у меня осталось странно что они не зарейдили мой домик почти цел а что это такое что это за дырочка пан я же тебе говорю что мы с ним справимся стинки ты уверен что мы его победили ты видел что в ящиках ничего не было я фармил 10 дней чтобы зарейдить его но в ящиках ничего не было стинки мне кажется он снова нас переиграл слушай пан зато у нас теперь есть мясо стинки это ты поставил камеру у нас на доме и когда пробегал возле их огромного дома я увидел то что он полностью сгнил скорее всего эти ребята настолько сильно огорчились что в моем доме абсолютно ничего не было а нет там была записка в которой было написано что это всего лишь был байт и они узнав что их развели уже третий раз скорее всего просто все задеспавнили и вышли на но домик у них конечно был шикарный так история о безумном бобе подошла к концу и надеюсь она вам понравилась а впереди вас ждет шикарная сценка и не забывайте качать фартандер по ссылке в описании а в телеграме вас ждет очень смешное бонусное видео жду всех там не забывайте